Не ругайся. Я не ругаюсь. Да хорошо. А то вам стыдно будет завтра. Почему? Да потому, что Бог запретил гнилыми словами бросаться. На суде Божьем, говорит, все это предстанет перед нами. Как нам говорит об этом Святая Библия. А вы по книжке живете, да? Не по книжке, а по Евангелию. Ну, по книжке. Чему это писание? Библию так не называют. Называется Святая Библия. Гореген Байбл. Так что, знаете что? Каждому свое? Каждому свое. Таседам Зайна. Вы знаете, где это было написано? Что еще раз? Каждому свое. Каждому свое эти слова были написаны на фашистском лагере смерти. Освенцами. Таседам Зайна. Каждому свое. Ну да, каждому свое. Вот это так и есть. А вы эти слова повторяете. Не свое, а общее для Бога. Это божественная литургия жизни. Ну, я могу опять повториться. Каждому свое. Каждый живет по-своему. Конечно. Господь говорит так. Я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Зачем вам умирать? Избери жизнь. А у 2.13 Еремия пророк говорит. Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили живого Бога. А вы сочетесь в водоемы, которые не могут держать влаги. Я на сочетке. В данном случае вы оказались лжецом. Вы, может, эту книгу считаете святой? Коран. Это наш. Ну вот, ваш. У вас тоже написано не обманывать людей. Зачем же ты обманываешь меня? Молодой. Я просто проверял ум вашу и все. Не надо. Я вам буду цитировать Библию сейчас несколько часов подряд. Я просто проверял ум ваше, ваше высочество. Сынок, ты опоздал меня проверять. Меня КГБ проверяло в тюрьмах. А вы зайдите на наш YouTube в Освете Библии Игнатий Лапкин. Я из Барнаула. Барнаул. Барнаула, Тайский край. Лев Толстой принял ислам. Как только он узнал, что пить нельзя, он бросил, говорят. Это правда? Нет, конечно. Он вообще был, как сейчас, агностик, по-сегодняшему сказать. Он только взял Нагорную проповедь, непротивление злу насилием, на этом остановился. А перед смертью метался. Примут нет и оптинские старцы на покаяние, чтобы она ему снять. Царство ему небесное. Вот так. С ума сошел. Он начал там искать, где искать не надо было. То, что Ветхий Завет, он ничего не принимал. Он не верил в это, что Бог, в Котором можно молиться, такого Бога нету, как личности. Потому что его ни мусульмане не одобрить не могут никто. Образно, образно нет. Он никак. У меня, допустим, Сталин, мы считаем, отче наш. У вас намаз пять раз, а у нас семь раз в день. Да еще утром, вечером. Девять раз молимся. Это сто поклонов. Лев Толстой не молился. Есть суры, которые надо читать по семь раз утром и вечером. Да. Вот у меня одна книга. Вы понимаете суры Аль-Фатиха? Я поясняю вам. У меня вышло из печати 38 томов книг. И один том, посвященный целиком Корану. Я разбираю его по сурам и аятам все. И что за 1300 лет было сказано? В сравнении с Библией. Что общего есть и как? Так, каждая книга 752 страницы. Я просто слышал, что Библию изменили, а так в основном там есть схожие речи. Схожие, что сотворил Бог мир. Вот вы, допустим, вот Библия и Коран. А сколько он меньше? В 5,6 раза. Но у нас Новый Завет в три раза меньше Ветхого. Да Коран меньше нашего Нового Завета в 1,16. Я могу сказать, сколько букв здесь в русском языке. Сколько раз у вас вспоминается Ибрагим, а у нас Авраам. У вас Сулейман, у нас Соломон. У меня все данные. Я целый год над ним работал, над Кораном. И у нас была миссионерская поездка. И мы были в Баку. В доме Мулы ночевали. Мула, знаете кто? Да, знаю Мулу. Мы ночевали у них. И все записано в интернете стоит. Они очень грамотные. Жена у него на четырех языках разговаривает, а он на шести. Я ходил в мечеть, молились там. А когда библиотеки там были, сдавал книги. Идем, а там стрелка. Комната для намаза. Ну мы сфотографировались с директором. Он в чечене скажется. Мы говорим, помолиться можно. Он говорит, позвонил, открыли нам дверь. Мы разулись, зашли, помолились, все засняли. И Дагестану просили мира. В комнате для намаза. У нас с мусульманами очень хорошее отношение. Ну, каждый разумный человек будет относиться к каждому. У нас в Барнауле вообще межрелигиозных споров никогда нет. Нас собирают. Мы все вместе религиозные деятели. В городской администрации бываем. Друг друга знаем. А вот у меня вопрос просто возникает. Да. Да, вот речь об этом. У меня вот вопрос. Например, да, я знаю, что вы уважаете каждого человека, который верит во Вселенную. Да. Например, вы считаете вашу религию истинной или нашу? Ну скажите, вы пришли... Просто я задам вопрос. Руководитель, кто написал вот эту книгу вам, Когда он умер? В каком году? В каком году умер, даже неизвестно. Известно. В 632-м. Я знаю, когда он умер. В каких годах он умер, я знаю. В 632-м. Давайте дальше. В 632-м. Я вам говорю абсолютно точные данные. Истину. Я это все знаю. Теперь скажите, сколько сражений он провел? Сражений не знаю. Тоже не знаете. А я сейчас скажу, вы скажете, а я знал. Так вот, знайте. Иисус сказал, Петр, когда взял меч, за Христа заступиться, он говорит, вложи меч в ножны. Взявший меч от меча погибнет. Иисус нигде с мечом не пользовался. Ваш руководитель провел 72 сражения. И только два были оборонительные. А остальное грабили караваны. Грабили? Да, грабили. И на это бедных поднимали, раздавали. Он не для себя делал это. А кто не принимал, сразу резали. И зачем так быстро пошел ислам-то вперед? Это же не на убеждение. Он пришел на 600 лет позже. А взято все из Библии. Как, допустим, он пишет про Соломона. Сулейман. А Соломона у нас в Библии 4 книги. Он ни одной строчки не приводит. То есть брал на слух. Самая большая книга в Библии. От корочек здесь 77 книг. Псалтырь. В Псалтыре он говорит. Дуайт, это Давыд. Правильно говорит. Но 150 псалмов ни одного не приводят. Почему? Он был купец. Ездил. Любопытный был. Очень интересный человек. И он на память ничего не мог. Ему им сказать не могли. Там еретики были. Поэтому сравнивать даже не приходится. У нас если человек, не женатый даже, на женщину посмотрел и подумал, вот бы с ней где-то. Написано, уже прелюбодействовал в сердце своем. А если одна жена есть, то ты развелся, вот венчанная. Мне нельзя жениться, пока она не умрет. А у вас сразу 4 можно. У нас настолько разное. У нас это высшие... Это самое почти. Нет. У вас 4 жены разрешается. Это да. У вас высший разврат, какой может быть на земле по нашим меркам. Не говори так. Ну, как не говори. Это наше учение. Христос говорит нам. Я по своей книге говорю, не по вашей. Не вы, не вы. Не вы. Допустим, какой-то эскимос. Если 4 жены имеют, по нашим меркам, по христианским, развратник из развратников. С ним разговаривать не будет никто. Его в церковь не запустят. А у вас это в норме. Почему разрешено? Потому что каждый человек хочет гулять после свадьбы. Чтоб этого не было разрешено. Ну, да. Но. Но. Не обязательство. Ну, вот люди бедные живут. И тогда надо... Если у тебя есть беда, вот тогда у тебя это можно. Это хорошее объяснение дал. Человек бедный живет. Ну, и уж бедный. Ему можно воровать. Разрешим воровать. Ну, человек не может ничего сделать. Пускай пьет. Ну, лишь бы только он жену не бил. Мы интересны, как подход какой. Чтобы он не грешил, так и мы ему разрешим грех. Пить спиртное вообще нельзя. У Достоевского это написано. Что антихрист, когда придет, вы тоже там верите. Я один раз беседовал с мулами. И имамы там были. Это высокие люди. Я им сказал вопрос. Один задал. Скажите, до брачной ночи у вас женщины, девушки. Какой процент сохранения девственности? Они меня даже не поняли. Сто процентов. А у нас уже в седьмом классе она уже на вторую букву алфавита называется. Шлюха и зараза. Вы умеете своих жен хранить. А теперь вот эта рулетка. Здесь примерно 85 процентов мусульман. Я говорю, сидят группой мусульмане. Я говорю, зачем вы здесь? Поговорить. А сам по-русски не понимает. Поговорить. С кем? У тебя дома четыре жены. Надо колым платить. А тут 44 и голые. И платить не надо. И вы южные жеребцы на наших кобылах пашите. Сейчас. Все, Ахмат, смеешься. Не, просто, ну, частично я согласен с вами. Да это нет, целиком так есть. Ты целиком не согласен. Вы скажите, я вам просто задам. Скажите, в исламе самое ценное что? В вашей вере. Самое-самое ценное. Самое ценное это вера. Так вера это его в коммунистов есть. У фашистов вера была. Вера в Аллаха. Не знаете. Я вам скажу. Слушай. Слушай внимательно. Самое ценное в исламе пятикратный намаз. Это естественно. Это, о, это связь с Богом. А у нас семикратный. Если намаз не совершаете. Вы не верующие, если намаз не совершаете. Вы просто не знаете. Поэтому вера. Я когда поехал книги дарить, библиотеки. Мы проехали 120 тысяч километров. Из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. Прошли Турцию и шесть мусульманских республик. Если мы молимся где-то, а мусульмане рядом работают, они нас в обиду никогда не дадут. Они любят, когда люди молятся. Вот именно. Вот я вам говорю. Самое ценное, запомню, вы молоды. Самое ценное это намаз. Молитва с Богом. И у вас это точно. А у нас придет, не придет, никто не знает. У вас вот как держит это. Вот, вот. Поэтому истинно. Вот, поэтому. Вам надо Христа поверить, что Он умер за вас. Что Христос любит вас. И вы получите прощение. Я не знаю. Мы верим, что есть. Он умер, воскрес. Воскрес. И мы знаем, что Он еще не умер. Он придет. И Он пророк. По нашим, вот по нашим. Да. А, вы видите, вы на 600 лет пришли. Вам нас подправлять не надо. Вы против нас, ребятишки маленькие. Я вам не знаю. Мы с вами еще в одной лодке, как говорится. Мы еще как бы... Вы видите, что? Вот спроси, допустим, Ибрагим. Откуда это имя? Это Авраам из Библии. Откуда? Мы взяли от евреев. И вы от евреев взяли. Евреи дали три мировые религии. Евреи, по-вашему, не люди, что ли? Ветхий Завет. Все это им Бог дал. А мы закон от них получили. От евреев. Нет. От кого, от чего, не знаю, конечно. Но все-таки... Ну как, первые пять книг Моисеевы. Бытие, исход, левит, второзаконие. Чисто второзаконие. А вы молитесь? Мы молимся. Мы встаем каждый день в 4.40 утра, чтобы помолиться до работы. Без молитвы у нас никуда. Вот я сейчас на пенсии, мне 81 год. Вот это 100 поклонов и молитва Тресвятое. Я должен 7 раз в день. И утром, вечером еще. Получается тысячи поклонов каждый день. Подожди, подожди. Подождите. Вы вообще не считаете, вот, ислам истинный? Что считаете? Ислам, ислам, вот, религия, ислам. Ну? Это бишь божий. Вас бы не было, если бы монахи проповедовали. Вы бы христиане были. А монахи сидели за стенами-то? Да, заблучили. Проспали. 2 миллиарда мусульман, а христиан сегодня 2 миллиарда 200 миллионов. Это не повод. Это не повод. Следовать за вами, это не повод. Я вот говорю. Истина. Истина. Христос. Евангелие от Яна 14,6 написано. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Кто не верит в Сына Божия, он не имеет и Отца. Деяние апостолов 4,12 написано. Нет другого имени под небом данного человека, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. А вы через 6 столетий пришли теперь, а это неправильно. Вы верьте по своей, мы по своей верим. Нет, поверите, не поверите. Нет. Мы в одной лодке. Если вы к истину идете, приняйте Ислам. Истина Христос. 14,6. Мы сейчас не спорим, а поделились, поделились. Иисус умер за нас, чтобы мы жили в праведности Его. Он умер за нас. Я говорю, это пророк. Мы, алейхиссалам. Скажите, слушайте. Щенгиз Айтматов кто такой? Что? Щенгиз Айтматов кто такой? Когда мне стукнется 81 лет, я скажу вам это. Это писатель киргизский, мусульманин. Герой социалистичного труда. Он написал роман Плаха. И у него берет интервью корреспондент с литературной газеты. Говорит, вы мусульманин? Он говорит, да. А почему у вас главный герой христианин, а не мусульманин? Он говорит, Мухаммад делал, добрые дела делал. Но умер за грехи людей. Христос. Это отмечает писатель, герой социалистического труда. Щенгиз Айтматов, Киргизия. Христос умер за нас и дает нам спасение. И вас он зовет. Я не говорю, зовет, не зовет. Он тоже звал к истину. Да. Иисус тоже звал к истину. К истину и звал наш пророк, салла Аллаху, алейхиссалла, Мухаммад. Я вам говорю. Он говорит, 14 глав, 6 стих Евангелия Тиана. Я есть им путь и истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я цитирую вам. Библию, говорят, изменили. Вот представьте, 600 лет веруют, вас нет никого. Веруют, от Христа ученики написали. А вы не можете сказать, кто написал. Умирают. Их казнят за это. И вдруг приходит новый человек через 600 столетий. 6 столетий. А все неправильно. Ну, маленько думайте, что говорите. Нет, все неправильно. Он не говорил. Он признавал, что есть пророк Исаии. Нет, нет. Не было этого. Не было. Последний пророк, говорят. Я как-то там в Дагестане были молодые ребята. А кто последний пророк? Я говорю, Илья и Инох сойдут с неба. Их в Иерусалиме. Вы знаете, в вашей книге ни одного пророчества нет. А у нас в Библии больше 300 пророчеств. Это что за перевод вы читали там в Коране? Это лучший в мире перевод. Я не знаю. То, что вы показывали мне, это маленькая книга для Корана. Здесь до одной буквы все суры и аяты. Ну, не надо. Маленький, маленький. На, посчитай. Нет, посчитать там уже невозможно. Я говорю, это не перевод. Это все. О-о-о! Главное, имамы все признают. Мулы признают. А вы не признаете. Кто вы такой? Вам верить нельзя. Вы обманщик. Так, с Богом, ребята. Да, обманщик. Конечно. Я говорю, не где-то посетили шесть мусульманских республик и везде признают своим. А вы, это неправильно. Ну, разве можно так? Будьте направить просто Аллах на истинный путь. Все, давайте. До свидания пока. До свидания пока. Нет, никуда вы не уйдете. Пока не будете убеждены, что есть ислам. То есть вы не знаете ни Библию, ни Корану не знаете. И сидите тут с чужих жен караулить. Идите домой, спите, дам. Давайте, с Богом. Далеко от вас? Нет. А когда в последний раз считала Слово Божие? Поза-поза вчера. Молодец. А можешь показать, что читала? Где у вас Библия? У бабушки? У меня Библия в другом доме. В другом доме или у бабушки? Это все говорят одинаково. В другом доме. Я сейчас в гостях. Ну, я не знаю, как у вас. Обычно это вранье, брехуны. Ничего там нету. Живут как попало. Раздетые. Матерятся. Надо жить свято, потому что после жизни после смерти мы будем отвечать на суде Божьем. Одни в ад пойдут гореть в огне с дьяволом, а другие с ангелами будут радоваться на небе со Христом. Вот куда надо стремиться, как правильно жить. А для этого Евангелие должно быть. И не просто Евангелие, а живое, понятное, на русском языке, если вы другого языка не знаете. И молиться надо. Это как называется? И дает прощение грехов. И поэтому он достоин всякой славы. Дедушка, вы нас извините. Это мусульмане. Ну, что мусульмане-то? Мы эту книгу держали в руках, считали? Посмотри. Продолжение следует... Продолжение следует...